Вирус наступает. В Беларуси ввели обязательный масочный режим. Возможно, привлечение к инвестиционной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин. Почему такая мера вынужденная и насколько могут оштрафовать за несоблюдение? Спринт до отделения милиции. Могилёй задержали бесправника. Как водитель пытался скрыться и что ему теперь грозит? Борьба продолжается. Белшина набрал очередные три очка в чемпионате страны по футболу. Два разных тайма получилось. На разных скоростях играли в первом тайме. Пришлось нести в перерыве коррективы и это сработало. Кто не устоял на этот раз и сколько претендентов на выход в высшую лигу. А также второй энергоблок, поставки газа и сфера образования. На совещании во Дворце независимости рассмотрели проект профильного кодекса, что потребовал президент. Без маски вход запрещен. В Беларуси введен антиковидный режим. Это не рекомендация, а обязательные условия. Контролируют соблюдение правил санэпидемстанции и правоохранителей. Пока только предупреждают, но скоро начнут штрафовать. Что таких мерок, говорят специалисты и горожане, узнавала Карина Гуревич. В Беларуси обязательный масочный режим. Мера вынужденная. Она начала работать с выходных. Быть в антиковидном аксессуаре нужно практически везде, где ступает нога человека. В транспорте, магазинах, предприятиях, театрах и организациях. Причина – не первую неделю госпитализация превышает выписку. Заболеваемость растет по всей стране. Особенно среди молодых людей от 20 до 29 лет. Отделения больниц перепрофилируют под ковидные. Правила ясны и обязательны для выполнения. В частности, маска должна закрывать подбородок и нос. Использовать можно одноразовые медицинские или многоразовые. Подойдут из ткани или марли. Контроль за эпидемиологами и милицией пока никого не штрафуют, а лишь напоминают. Однако в ближайшее время наказание за нарушение станет материальным. Дусматривается административная ответственность. Согласно статье 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. И, возможно, привлечение к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин. Такие меры – способ задержать опасный вирус. Маски, перчатки, антисептики. Этим уже никого не удивишь. Есть и те, кто игнорирует рекомендации. Но большинство положительно восприняли нововведения. Пусть и строгие. Очень тяжелая волна, наверное, говорят, коронавируса. Поэтому надо следить все-таки за своим здоровьем, за близким здоровьем. Особенно за родителями. А как считаете, это поможет? Необходимость? Необходимость, я считаю. А почему? Ну, во всяком случае, кто его знает, что в воздухе летает. Поэтому лучше защититься. Здесь законодательство нужно всегда соблюдать. Но здесь очень противоречивые лечения даже между самими врачами. Кто говорит, маски не помогают, кто говорит, нет. Но закон соблюдать нужно. Масочный режим – не единственный метод борьбы с опасным вирусом. Один из самых эффективных – по-прежнему вакцинация. В Бобруйске первый компонент получили почти 80 тысяч человек. Второй – 53 тысячи. Всего же в стране привились более полутора миллионов белорусов. Мир тоже не сдаёт позиции и усердно сражается с коронавирусом. К примеру, в Италии хотя бы один укол препарата от COVID-19 сделали около 75% населения. А на работу и вовсе не попасть без санитарного пропуска. За отказ штраф – до 1000 евро. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обдавил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 2038 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 561 753 человека. Производство медицинского кислорода в Беларуси увеличили в три раза. Во время четвёртой волны коронавируса потребность в нём выросла. Предприятие «Крион» – единственная страна, где выпускают такой продукт. В сутки производят до 150 тонн. До пандемии нашему здравоохранению хватало 50. После тройного контроля качество его разводят по пунктам назначения. В таких условиях все силы направлены на поддержку врачей. Поэтому дефицита в больницах нет. На совещании во Дворце независимости рассмотрели проект кодекса по регулированию сферы образования. Александр Лукашенко сравнивает его с Конституцией. Для этого позвали не только теоретиков, но и практиков-преподавателей. В том числе и с глубинки. Президент требует исходить из главного принципа – не навреди. Один из основных вопросов – стоит ли менять правила приёма в высшее учебное заведение. Глава государства не раз говорил, что за любым экзаменом должен быть виден абитуриент. Министерство предлагает, в частности, расширить целевую подготовку специалистов. Беларусь и Россия планируют подписать документы по поставкам природного газа до конца года. На уровне глав государств договорённости достигнуты. Стоимость полезного ископаемого составляет 128,5 долларов за тысячу кубических метров. Сейчас осуществляется подготовка необходимых материалов для дальнейшей реализации условий в 2022-м. Второй энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. До конца этого в активную зону реакторной установки следует загрузка свежего ядерного топлива. Этап горячей обкатки уже завершился. Проверена работоспособность основного оборудования и технологических систем. Сейчас обсуждаются следующие шаги для субъектов хозяйствования. МВД напоминает – хранение незарегистрированного оружия вне закона. С начала года изъято более 600 нелегальных единиц. Больше половины из них люди сдали добровольно. Это результат профилактической работы. К слову, за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. В Минске стартовал первый национальный форум пищевой промышленности «Фудпром». На деловой площадке собрались крупнейшие производители продуктов питания, представители госорганов и организаций и, конечно, торговые сети. Такая платформа содействует продвижению брендов белорусских предпринимателей и повышению конкурентноспособности отечественных товаров. Кривая дорожка. В Могилеве сотрудники ГАИ задержали местного жителя. Правоохранители подали сигнал об остановке, но водитель Mercedes-Benz проигнорировала его. Нарушитель свернул в частный сектор и петлял по узким улицам. Это не помогло скрыться. Тогда мужчина бросил своего железного коня и побежал в сторону гаражей. Спринт не вымечался успехом. Беглеца задержали. Им оказался 19-летний парень, который неоднократно привлекался за бесправное вождение. На молодого человека составили три протокола. Автомобиль поставили на штрафстоянку. На этот раз ему грозит уже уголовная ответственность. Победа на классе. Бобруйская Белшина дома принимала футбольный клуб «Слоним-2017». Началась встреча под аккомпанемент «Ата хозяев поля». Хотя гости и замыкают турнирную таблицу первой лиги, отсиживаться в обороне они не собирались. Команды старались, но будем откровенны, получалось очень мало. Все самое интересное клубы оставили на тайм под номером два. На 60-й минуте Вашкевич открыл счет матчи. На 62-й Васильев удвоил преимущество. Еще по разу отличились Велисеевич и Луцевич. Игра так и завершилась сухой викторией Шильников 4-0. В два разных тайма получилось. На разных скоростях играли. В первом тайме пришлось нести в перерыве коррективы и это сработало. Не работал высокий прессинг. В первом тайме мы не смогли мячи забирать. Хотя были голевые моменты для забить, но не могли реализовать. Хорошо, что во втором тайме увеличили темп давления на соперника. Это и повлияло на результаты, и создавило столько много голевых моментов во втором тайме. Сейчас в копилке Бобручан 50 набранных баллов. На три остают столичные громкочи. С ними как раз красно-черные встретятся в следующем туре. Игра будет не за три, а за все шесть очков. Стартовый свисток прозвучит в эту субботу, 16 октября. Начало в 13.00. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»